Накануне Дня Победы на территории Днепропетровского молодежного парка развернулось настоящее сражение. За звание победителей в спортивно-туристической игре «Самородок» боролись днепропетровские школьники. В погожий майский день семиклассники 15 школ Ленинского района собрались возле памятника погибшим воинам Советской Армии. Самые теплые слова звучали в адрес героев. Их память почтили торжественным возложением цветов под ножью монумента. А вот к юным спортсменам организаторы праздника обратились с напутственными словами и пожеланиями удачной игры. Мира вам, добра, и пусть победит сильнейший. Ребята поделились на 15 команд по 10 человек. Им предстояло пройти 15 испытаний, каждое не похожее на предыдущее, но требующее определенных навыков. Непростые, но такие интересные задания школьники ринулись выполнять с завидным энтузиазмом. На самом деле это очень не тяжело, но если вы умеете держать равновесие, то это будет очень легко. Хочу пожелать своим друзьям, чтобы они когда ходили, чтобы они поддерживали канат сверху, потому что если его не держать сверху, то ты можешь просто упасть. Надо перебраться, чтобы еще 20 человек подсадили и добраться. Потом перебежать обратно и дать другому участнику то, что нам нет. Пусть на шоп-локацию пройти нужно всего лишь 10 минут. Если не успеешь в течение 10 минут пройти локацию, то приходишь на следующую. Здравствуйте! Пусть на шоп-локацию пройти локации направлены на физическую нагрузку, на балансировку, на равновесие, на способность договориться в команде, на сосредоточенность. В общем, на многие такие вещи, которые будут полезны для подрастающего поколения в качестве общей физической подготовки и туризма. Во многом успехи команд зависели от тренера. Ребятам из 59-й школы повезло, их наставницей оказалась мастер спорта по спортивной гимнастике. Сегодня Людмила Силантьева, учитель физкультуры, своих подопечных тренирует в лучших спортивных традициях. Главное, по ее мнению, строгая дисциплина. А подобные конкурсы ребятам только на пользу. Во-первых, для подъема детей, чтобы они, занимаясь на физкультуре, не просто так, а какую-то вот цель. И подтягиваться, и отжиматься, чтобы они могли, и быстроту, и силу, это все для них это будет хорошо. Организаторы, активисты общественной организации «Самородок» позаботились не только о захватывающей спортивной программе. После активного отдыха ребят ждал вкусный обед, приготовленный на настоящей полевой кухне. Устроить этот праздник для ребят было не тяжело, рассказывают общественники. Главное знать, что именно может их заинтересовать. Потому основные направления деятельности «Самородка» – семейный отдых на природе, школьные спортивно-здоровительные секции, краеведческие походы. Дети с удовольствием хотят подобных мероприятий. Посмотрите, как они играют, выполняют все задания с энтузиазмом, с желанием, с азартом. То есть, ну, классно. Вот так, в веселом азарте, несколько часов пролетели, как считанные минуты. Настал черед выбрать победителей. Лучшими стали 85-е, 59-е и 54-е школы. Кроме кубков, ребята получили подарки, но главным стало, конечно же, отличное настроение и яркие эмоции.